Сегодня в России отметили День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории полет к звездам. О подвигах первопроходцев вспоминали и в Чебоксарах. Подробности у Дмитрия Ковалева. Мы дети твои, дорогая Земля! Знаменитая Гагаринская поехали на старте, а затем 108 минут полета, которые приблизили мечту к реальности. С этого дня началась новая эпоха. В честь первопроходца космоса в столице республики была переименована улица Южная Полукольцевая. Памятник Юрию Гагарину здесь появился более 40 лет назад. Среди участников митинга и воспитанники Чувашского кадетского корпуса имени Кочетова. Ребята грезят о полетах и космосе. У нас скоро появятся тренажеры, которые можно будет летать. Ну, либо летчикам, либо космонавтам. Как повезет. Сегодня космос – это фундамент для будущего. Так как я представила себе цель стать летчицей. И поэтому решила ступить в Чувашский кадетский корпус. Сегодня цветы возлагали их памятнику третьего космонавта планеты. На счету Андреяна Николаева два полета – первый многосуточный и первый групповой. Глава республики отметил, что тогда это было временем экспериментов. А сейчас космические технологии меняют повседневную жизнь. Сегодняшние практические работы, которые проводятся в Вселенной, они стратегически важны для развития российской экономики и обеспечения национальной безопасности. Организация электротехнического кластера начинает использовать материалы космоса, российских космических систем для своих разработок. И это тоже очень важно. Стать космонавтом на 20 минут – и такое возможно. Историю освоения Вселенной ребята изучают в мобильном планетарии. И с каждым новым шагом мы удалялись от старого представления дома, что находимся в центре мира. На днях сеансы астрономии провели и в Республиканской детской клинической больнице. Ребята говорят, что эмоции от таких уроков хватит надолго. Я узнала, что у некоторых планет есть кольца, и они состоят из воды. Мобильный планетарий в ближайшее время приедет и в другие муниципалитеты. Интерес к астрономии высокий. Есть заявки на проведение таких вот передвижных встреч. Ядринские районы, Урмарские районы. В общем, вся республика. Накануне Дня космонавтики в Москве объявили официально, что имя Андреяна Николаева присвоят аэропорту Чебоксар. С большинством голосовавших, участвующих в конкурсе, Андреан Григорьевич был выбран победителем. В данный момент идет реконструкция аэропорта, и в ближайшее время он тоже должен преобразиться. В национальном опросе «Великие имена» за Андреяна Николаева проголосовали более 36 тысяч человек. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев и Игорь Зверев. Республика.